Сегодня еще один чудеснейший день для моего задротства. Здравствуйте, дорогие друзья. На острове Айланд такое-такое-то. Перейдем к сегодняшнему объявлению. Сегодня у меня чудесная новость для острова Айланд. Открылось ателье Stior Able. Не пролоха, а уже есть ателье. В ателье будут представлены модные вещи, галереи индивидуальных рисунков. Кажется, можешь полюбоваться новыми стилями или даже придумать новые тренды. В честь этих замечательных событий мы обязательно организуем особое торжество. Если у вас есть время, вы хотите поучаствовать, родитесь к тому внуку, уберите услуг. На этом передача завершается. Зачем к своим приятным обязанностям. Приятным обязанностям на острове. Приятным обязанностям. Ну, блин, странно. Не говорят так. Давайте отпразднуем постройку этого ателье. Вот у меня в этой игре каждый день праздники. По одному, по два праздника в день. Вот у вас в жизни. Каждый день праздники? Не думаю. Зачем, собственно, вообще в реальность возвращаться после того, как все здесь есть и даже больше. Спасибо, спасибо. Благодаря неустанному труду всех подселенцев в острове Айланд развивается. Конечно. Благодаря всем. Благодаря всем и каждому. Не я один работаю. Все. Все. Леди, прошу вас, скажите пару слов. Благодаря вашей поддержке мы смогли открыть здесь это чудесное ателье. Вашей, моей. Мы с моей сестрой Сейбл постараемся удовлетворить вам модные запросы. Сейбл такая. Ну, заходите, пожалуйста. Заходите, пожалуйста. Пожалуйста. Мэйбл Сейбл, большое спасибо. Теперь я передаю слово тому, кто помог построить ателье. Имел в виду, конечно, тебя нашего спикера. Не хочешь что-нибудь добавить? Ну, знаете, может, я даже не знаю, что сказать. Ну, только, мне кажется, просто случайно кликнул. Случайно кликнул. Выбрал. Эх, живем. Да, благодарю тебя за выдачу ваших комментарий. Дорогие поселенцы. Давайте решим эту церемонию все вместе. Желаю, что делать фотографии на память, приготовить нажать кнопку print screen. Я давно ее же не жалован. Типа, зачем? Зачем вот? Зачем держать print screen, если записываю видос? Типа, все уже здесь будет. Какой print screen? Почему print screen 720p качестве JPEG? Или чем-то, не помню. Очень сжатое. А здесь у меня отличное качество, 1080p. Мне вообще нравится, как Юно в конце говорит, ну, идите домой. Ну, или еще куда. Ну, как бы намекает. Он говорит, это постоянно после каждого праздника. Это доставляет еще больше. Давайте посмотрим на наше ателье, которое я по кирпичику построил. Хотя, стоп, подождите, там бабочка дорогая летает? Эта бабочка вроде 2500 денег стоит, и она спаунится только на синих цветах, поэтому она не такая уж редкая, ее можно сам заспавнить синими цветами. И она достаточно дорогая в рамках игры, поэтому пользуйтесь. Пользуйтесь пока живой, как говорится, еще раз. Давайте зайдем в ателье. Добро пожаловать в ателье с Честер Мэйбл. Здесь все сделано нашими лапами и с любовью. С кубочками моими. Я, наверное, только одежду с ней шил. Нашил отличное место для нашего ателье. Мы решили переехать на остров Биайланд и продавать здесь наши одежды и аксессуары. Давайте я обязательно покажу, что у нас как в ателье. Итак, как только хочешь, справа впереди и по центру у нас рекомендованные товары. Мы их каждый день меняем, чтобы радовать покупать о чем-то новеньким. Слева стоят манекены, на них представлены разные нарады, мы их тоже меняем, хотя, конечно, не каждый день. Если наряд на манекене тебе понравится, мы сразу тебе его продадим. А на задней стене у нас делятся индивидуальные рисунки. Ну, конечно, понятно, понятно, как раньше все было. Этот диалог шел в вечность. Она мне просто рассказала об ателье бесконечное количество времени. Так что здесь у нас? Вижу красную шляпу, как у меня, короче. Но... Фетровая шляпа. Но не знаю. Знаете, фетровая шляпа, она стоит 110... Нет, пожалуй, нет. Какая-то красная. Не, не люблю такие. Какая-то красная шупендрежная шляпа такая. Это вот что-то такое. Зернышки риса нравятся. Не очень похожи на зернышки риса. Я боюсь представить, как они будут выглядеть на твоем лице. Ну, ладно, не об этом. Это партниха. Сейбл. Извини, я занята. Извини, я занята. А если я буду с ней бесконечно разговаривать? Мини-разговоров, я шью. Мейбл. Ой, извини, я с того, что я тебе помогу. Только отойди подальше от партнихи. В предыдущей части она просто молчала и не говорила со мной. А сейчас меня с санными тряпками от нее гонят. Неплохо. Это наша примерочная. Если что-то подойдет, можешь купить понравившуюся вещь. В общем, не стесняйся. Давайте мы не стесняться. Так, о, здесь уже выбор побольше. Так, хочу себе заменить ботинки. Какие-нибудь. Блин, вижу эти зернышки риса. Что здесь есть? Здесь у нас, не знаю, ботинки какие-то такие. То есть, мне ничего здесь не нравится. Прям классические боги, носки без пятки. Что это такое? Спаги. Ой, блин, не знаю. Какая-то сраняя они одежда. Я зря ателье строил. Где мои нормальные ботинки? Так, это что такое? Собачий морд. Это что такое? Это сначала мне будку собачью подарили. Теперь продают собачью морду. Минимал кроссинг. Стань животным, короче. Я, конечно, не фанат одежды. И в реальной жизни хожу чисто к каким-нибудь чёрных или одного оттенка футболка без рисунков, без всего. Пока они не порвутся. Но сейчас скажу, что тут из ботинок всё полное говнище какое-то. Вообще. Я не нашёл себе прям чё-то, чё хотел. Взял, что было. Вот эти вот оранжевые, не знаю, кроссовки. Я не знаю, чё такое, короче. Они более-менее подходят к моему стилю. Но всё равно не то. Всё равно как-то не то. Не то. В общем, сейчас мне дали код, что у какого-то парня репа стоит очень дорого. То ли 500, там, денег, то ли 600 за штуку. Поэтому я сейчас лечу к нему продавать всю свою репу. Вот. Меня многие спрашивали, есть ли в этой игре онлайн. Типа, кто вообще не знаком. На самом деле, да, мне машут там этот парень. И да, онлайн есть. И на нём держится большая часть игры. Но просто я не показываю. Потому что смысл вам посмотреть, как я бегу с какими-то левыми чуваками. Мне никогда не нравятся такие левсплеи, когда там чувак, там, бегает с подписчиками. И ты должен смотреть. Почему я не должен смотреть на то, как я бегаю с подписчиками? Какой-то левсплеер бегает с подписчиками. Мне это неинтересно. Поэтому я пытаюсь играть один. Но, по крайней мере, на левсплей. Иногда заезжаю, кучу, к друзьям. Но очень редко. В основном один. Так. Мне нужен магазин. Вот здесь магазин. И тут я еле-еле прорвался. Тут, кучу, 8 игроков на сервере максимум. И нельзя вообще прорваться. Все пытаются продать. Все пытаются заехать. Вообще, жесть полная с онлайном. Заходить постоянно. Ну, и ждать эти анимации долгие. Похоже, что так кто-то собирается. Да никто сюда не соберется. Можно не надо. Можно просто пытаться поговорить. Викви хочет уйти. Закончить беседы. Кто это такой ваш Викви? Закончить беседу, закрыть все окна. Нет. Тебе продать. Смотрите, сколько народу здесь в магазине уже стоит. Пытается продать репу. Это. Похоже, что так кто-то собирается. Тебе продать. Это вообще, вот видите, у чувака репа дорогая, поэтому у него сейчас вот остр, просто все на него летят. Все. Со всех, со всего мира. Со всех рейсов. Так. А каким судьбам? Рад видеть тебя на остр. Чем могу служить? Хочу продать. Сразу. Не буду оформлять цену, потому что мне сказали из-за стоверных источников. Пожалуйста, закройте окно. Какое окно я реп продаю? Никако не волнует. Я не думаю о ником. Надо сначала думать о себе. Когда вам кто-то говорит, что жить в свое удовольствие короче неправильно, вот, попомните мои слова. Ай, тысячи, миллион, двести сорок четыре тысячи. Спасибо за сотрудничество. Пока же закончу беседу, все. У-у-у. Не, неплохо. Я все закупил на 30 тысяч, получил миллион. Вот это я неплохо поднялся. Вот это, о, мне еще мили дали за то, что я онлайн посетил остров. У-у-ух, посмотрите на это, о, сколько, на сколько у меня много денег. Сейчас просто все выплатим. И суды, и, и, а без суды. Что у меня здесь? Экономист. Смотрите, сколько я сразу достижений получил. Раз. Так, это раз. Спекулянка. Два. Богачка. Алчная. Три. Самонадеянный трейдер. И сразу четыре. До пятого, конечно, добил, но там 10 миллионов надо с репы заработать. Я пока не владею такими, такими финансами, чтобы это делать. Потому что я накупил всего на 300 тысяч репу. Да, вот здесь я подбрасывал предметы, чтобы репа уместилась у меня в интере. И за 300 тысяч я получил миллион двести сорок четыре. Это очень много. Это очень много. То есть, репы торговать здесь, буквально, смысл игры. Так, теперь выплачиваем все, что мы должны. Вот, вот, знаете, вот, уже не кажется, что сумма такой большой после того, как я получил миллион. Но сейчас этот миллион быстро просурил. Смотрите, 500 тысяч всего осталось. Ну, что это такое? Ну, что это такое? 500 тысяч осталось. Это был миллион. Готов расширить свой дом? Конечно. С помолчком грубой силой можно пристроить к твоему дому еще одно крыло и одно, но одну комнату. Конечно, это будет недешево. Потреблять отсюда... Ой. Это больше, чем я с репы только что заработал. И только подумал, что поднялся. Вы знаете, остался на месте. Ну, собственно, как и в жизни. Только подумал, вот, изработал. Смотришь, а денег нет? Решил построить себе сад, оградить его забором, чтобы, если кого-нибудь будет приглашать на остров, чтобы никто не смог сорвать мои драгоценные фрукты. Смотрите, как натурально получилось. Прямо как на обычная российская дача. Блин, я в деревнях был раньше, вот в тощи так же было. Вот один в один. Вот так же заборы, и там чисто деревья в ряд стоят. Блин, я доволен своим трудом. Я доволен своей работой. Я наконец-то понял, как ловить звезды в этой игре. Нужно без инструментов стоять, смотреть на небо и просто жмакать кнопку А. Хотелось бы поговорить о летсплеях именно. Вообще приятно, что у меня летсплеи по кроссингу самые вообще просматриваемые и популярные на просторах русского ютуба. То есть на данный момент записанное видео, популярнее летсплеев, чем у меня в России, тупо нет по кроссингу. И знаете, вот вроде же все хорошо, да, все так отлично. Но потом думаешь, а не популярно ли потому, что почти никто больше их и не делает, собственно, по этой игре? Ну, новый день, новая жизнь. Я уж не буду постоянно показывать составку с Изабель, где она говорит, сегодня такое-то, такое-то. Потому что, допустим, она сегодня нового ничего не сказала, и это неинтересно. Это чё? Это... Потом кто-то спрашивает, а почему я думал, что это какой-нибудь педальный пригласил вот эту лошадь? Блин. Вы сейчас сами все увидели своими глазами. Я не знаю, как это комментировать. Вот это вот сидят. Две кондины качаются. И вообще, хочу сказать, что у меня летсплей такой, я их долго не выпускаю, потому что я реально играю в игру. Я не тайм-тревелю. Кто-то не знает, что такое тайм-тревел, это перекручивание часов на консоли, чтобы игра подумала, что-то продвинулся дальше. О, фрагментована. Это, это вот звезды вчера я выбивал. Это что-то продумал, что игра пошла дальше, и, в общем, так мотать дни можно. Это самая конченная вообще, как самая конченная система, как можно играть в эту игру. Я таких не уважаю, потому что играть в Animal Crossing, по сути, с читами, перематывая время, но это просто убийство всей атмосферы игры. В принципе, и... Ну, не знаю, как так играть можно вообще. Я ничего не перематываю. Я прям как разработчик заложил, так и играю. Кстати, сейчас апрель. Смотрите, новые какие-то стрекозы появились. Вот за это люблю эту игру, потому что каждый месяц что-то новое. Вот стрекозы, вот дозорщики, всякие появляются животные новые, именно, которых можно поймать рыбы. Мне постоянно присоединяется какая-то малюшка ничь. Может, я из проведения чешусь, а то вся чешусь. Мне кажется, у тебя блоха наверху прыгает. По тебе. Вот и блохи появились, потому что апрель. С чего попалась блоха? Или это она меня поймала? Ты что, серьезно? У меня блохи! Фу, позорище! Если бы ты не словил эту блоху, моя супер-карьера закончилась бы, не успев начаться. Мистер Райд, ты меня просто спас. Моя слава тоже. Спасибо огромное, Сахарок. Эх, какой-нибудь педаль не уследил ты со своей женщиной. Ее там блохи кусают, тебе пофигу чисто. И хотелось бы поговорить о летсплеях. Я ведь говорил, что вот этот летсплей будет последний. И хочу объяснить подробнее, почему. Во-первых, самая главная проблема. Если кто-то не начал смотреть летсплеи, то они не смотрят дальше. То есть статистика канала падает. Но это только одна из проблем. Статистика канала падает просмотров, потому что люди, которые смотрели каждый выпуск, сейчас их не смотрят. И я не хочу терять всех этих людей. И вот это все. Вторая причина. Я не летсплеер. Мне, честно говоря, очень сложно делать летсплеи, потому что надо именно записывать вот это все. Я не могу поиграть в игру сам в удовольствие. Именно в нормальном. Я, конечно, получаю удовольствие, но не так, как можно. Я не могу вытянуть свитч из дока. Я не могу начать играть без включения компай-карты захвата. Это очень утомляет, на самом деле. Я хочу поиграть в игру уже нормально. То есть и летсплея, в принципе, не мое. То есть вот сейчас вы видите этот летсплей. Я, ну, ну просто, это моя любимая, одна из любимых игр. И уж какая игра я буду летсплеить, как мне эту. Ну а так, ну, очень сложно это все делается. Так что вот так вот как-то. Ну вообще есть некий профит с летсплеев по кроссингу. У меня женская аудитория на канале с пяти, с жалки процентов и ста, поднялась до пятнадцати процентов. То есть это прям огромный рост с пяти до пятнадцати. Вообще, девушку, которая смотрит про игры, очень сложно заинтересовать. Поэтому это прям профит. Девушки, геймерши, у нас время редкость. Мне опять предложили индивидуализировать свой дом. И я опять полчаса выбирал, короче. Ну, это я. Ну, здесь нечего сказать. Давайте зайдем к новому жителю, которого я пригласил вот недавно достаточно. Нашел его на каком-то острове. И давайте посмотрим, что он на себя представляет. Это у нас кенгуруха с ребенком. Разведенка, походу. Мистер, я рад. Спасибо, что ты разошел в гости. Правда, еще не успел распаковать свои вещи. Сегодняшний день я из города смог завидеть Бианат мой остров. Я рад, что у меня на этом острове уже есть друг кармашек. Это надо про меня или про своего сына или дочку? Короче, окей. Прошло уже миллиард времени. Блин, они до сих пор здесь сидят и качаются, а конь-педаль вообще в Адидасе фигачит. Блин. Ну, это просто смешно смотреть. Я вот сколько с конем-педальными не общаюсь, он постоянно весь такой о спорте, качок. И давайте подарим ему костюм с мышцами. Как он на это отреагирует? Что? Это мне? Костюм с мышцами. На, держи, дарю. Вот это да, это же костюм с мышцами. Супер, отличная одежда для разминки. Я, конечно, знал, что это будет капец. Я знал. Ну, ну, чтоб настолько. Ой. Ой. Все. Я... Все, короче. Не, с коня-педального я в голос, конечно. Я смастерил садовый пруд, который мне дали рецепт. Он такой красивенький. Давайте я-нибудь его сейчас поставим. Я не нашел лучше места, чем поставить его сюда, вот на камне. Но как-то он сливается как-то в тему, знаете. Как будто это не я поставил, а часть камня. Какой-то ивент сейчас еще начался с яйцами. Просто на каждом шагу яйца летают. На деревьях растут, в подарках. А, вот и виновник всего торжества с этими яйцами. Прыскок пироид, раз ты меня нашел, скажу тебе. Привет. Я веселый заяц, такие дела. Зовут меня Зиппер, в общем, ура. Какого вообще это не настоящий заяц, кто не знает? Может, плодирует, серьезно, не тесняйся. Так, красота. Про свой любимый праздник расскажу тебе. О, да. Я знаю, что ты сейчас думаешь, что это не так. Это не костюм, и не сдум подглядывать. Да, это не заяц, короче, на самом деле. Но Прыскок, хватит ра-ла-ла. День заяц в носу, так что прыг-прыг, ура. Всех ждет веселая игра. Ох, я так забегал с приготовлением. Надеюсь, всем хватит занятий. И вообще, я веселый заяц или нет, так и быть. Ходин с зайцев, расскажу тебе секрет. За вас три луши. Ладно, тогда слушай. Я себе ты планы заяца привез на острове яйца. Повсюду их запрятал. Это сплошь и рядом. На поиски вперед. Кто еще тот найдет? Ну, как понятно, объяснил. Да нет, может быть. Давай-ка, пожалуйста, блин. Сейчас мне в римпу сказал, тварь. Все испортил. Мне весь рпак испортил сейчас. Я лежат на природе, на деревья, в камнях. Води, поищи на нее, погляди. На ноги смотри. Вот такие дела. Два ха-ха. А тебе держи. Ух. Это история для кровати день заяц ты можешь сделать, короче. У тебя важное объявление. Надеюсь, всем понравится. Я против всему острову инструкция к однюю зайцев. Чем больше зайцев, тебе больше инструкций я буду прятать. Так, найдешь все мои инструкции, делай сам, смотришь по ним все предметы. Прикскок, хей-хей. Это будет прекрасный день заяцев. Ух. Моя любимая свинюшка предложила поиграть с ней в поиски сокровищ. Давайте попробуем. Отлично, пойду поищу мест на острове, где можно закопать сокровища. Так, давайте попробуем. Надеюсь, она не закопает его где-то совсем далеко. Объясните правила игры. Нет. Я все знаю. Просто найти сокровища. Хорошо, приступим на старт. Внимание, марш. Эм, окей. Так, надо взять сразу лопату, чтобы вскопать. Побежали. Так. Я как понимаю, я его нашел. Легко. А. Это сраное яйцо! Долбанный ты, заяц! Он будет путать меня, я понял. Там подарок еще отлетит. Свистит. Хух. Хух. Свистит подарок бесконечный. Который не отвлекать только. Они бесконечно летают, эти подарки. Они бесконечно летают. Все, короче, не буду заморачиваться. Срок уже была гадки. Слут бы. Заговариваюсь еще. Надо искать этот. Сокровище быстрее. Потому что у меня охроничное время. Пять минут для такого огромного острова. На самом деле, не так много. Ну, среднее. Так. Сойдет. Давайте будем искать. Мне нужно найти какой-нибудь крестик в земле. Или звездочку в земле. Она... Да, звездочка в земле. Так, лучше. Здесь я сделал сад с яблоками. Ну, потому что, почему нет? Сделал такой садик с яблоками. Там у меня только яблоки будут расти. Вон что-то есть. Наверное, это опять яйцо. Сейчас выкопаю и очередное яйцо будет, да? Хотя нет. Хотя... Все. Нашел. Нашел сокровище. Почти. Вот. С первых... С первых секунд. С первых секунд нашел. Сокровище найдено. Стоп. Подождите. Надо рогатку скрафтить. Потому что у меня моя сломалась во время... Бомбардировки. Меня шарами. Я вообще не понимаю, почему я должен отдавать сокровище. То есть я его нашел. Почему я должен его отдавать? Ты имеешь какую-нибудь сокровище, я его открою. Нет, вот серьезно. Зачем я его отдавать, если я его нашел? Наверное, что просто она увидела, что я его нашел. Как вы думаете, что он таится внутри? Мистер Рат, ты получаешь пальто. Пальто. Мистер Рат, надеюсь, наша игра понравилась тебе так же, как и мне. Окей. У нас есть пальто. Пальто. Но. Не, одежды, конечно, у него просто очень много. И каждый найдет себе по вкусу то, что хочет. Но с одеждой здесь сани из дикого сланца вообще ничего не сравнится вообще, в принципе. Ребят, хотите заруфлить по-настоящему? Шапочка мороженая. Шапочка мороженая. Такое шоколадное, знаете. Разрабы, конечно, заруфлить как могут. То есть, сначала вот эти крупицы риса, теперь шапочка мороженая. Что дальше? Мне енот сказал, данным-давно, поднимай имидж острова. Строи всякие там подъемчики, всякое фигнё. Вот прудик я поставил, вот это всё. Заборчики. Чтобы остров был красивым. Там Фуксия, кстати, у меня в яблоках обитает. Где она? Вон она. Вон она бегает. Мои яблони собирает. Жрёт, сволочь такая. В общем, я всё. Я всё сделал. Всё идеально. Смотрите, какой красивый у меня стал остров. Конечно, не очень. Вот там пикничок. Всё более-менее хорошо сделал. И давай сейчас спросим. Поднял ли я уровень острова настолько, сколько от меня требует? Потому что я не могу дальше продвинуться по некому сюжету, пока я не подниму имидж острова хотя бы до трёх звёзд. У меня постоянно одна. Я сколько не входил, у меня постоянно одна была. Но сейчас я... Ты чё, не садиться? А можно сесть? Вот. Я сейчас, короче, поднял имидж острова. И... Надеюсь, больше, чем на три звезды. Или просто три звезды. Так, имидж острова. Тебе интересно, как встать дела с имиджами нашего острова? На данный момент третий остров. Три! Три звезды. Не зря оставил. Нас во всём обсуждают время прерывов на кофе. На кофе. Позволен зачитать тебе выдержку из недана оставленного отзыва. Би Айленд. Я слышал, там шикарная атмосфера. Был рад туда надвиться. КС. Вот так. Томнук. Минуточку. Ого! Мне мерещится или этот отзыв был подписан КС? А? Да, всё верно. Вот подпись. КС. Козёл. Сволочь такой. И почта такой красивый. Неужели? Не может быть. Но нет, так и есть. Так и есть. Это же вот самок КС Лайдера. КС Лайдер это местный, вроде, музыкант, да, я рассказывал. Собака такая. Что? Не могу поверить. У нас получилось. Нашёстов наконец-то был замечен самим КС Лайдером. Мало того, что он даже намекает, что хотел бы сюда приехать. Так, чего же мы ждём? Да, да. Давайте предложим ему устроить концерт в наших берегах. Куча Лайдера, пока горячо, как говорится. Так, значит. Алло. Алло. Здрасте. Чё, он будет сейчас просто звонить? А где диалоги? Ох, алло. Я имею честь говорить с господином КК С Лайдером. С самим. С тем самым. Да, да. Я президент Нок Инкопорейта. Звоню с острова Билл Айланд. Хм, да, да. Это про нас. Не принадлежит благодарность за ваш лестный отзыв. Я, признаться, поэтому и звоню. Если вы и правда хотите приехать, господин С Лайдер, мы будем рады организовать ваш концерт здесь. Да, более чем. А, понимаю. А, потрясающе. То есть... То есть... То есть огромное вам спасибо. Да, я немедленно отправлю вам всю информацию. Конечно, весь остров будет ждать с нетерпением. Ещё раз спасибо. Да-да, до встречи. Окей. Изабель. Ну, что он сказал, это самое, ну... Концерту быть. Да-да, Кислайдер едет к нам в гости. Сам. Потрясающе. Тот самый. Поздравляю, шеф. Он собирается прибыть уже завтра. Но, конечно, сначала ему нужно свериться со своим графиком. Эм... Мистер Рэрот, представляешь, наша мечта наконец-то сбылась. Надо обо всём сообщить под островной связи. Надеюсь, ты придёшь на концерт, мистер Рэрот. Ты просто-таки обязан послушать кей-кей. Да-да. Фух. Низи. Чё, сегодня вообще коня педального не видел. Вообще ни разу не выходил. И давайте посмотрим, что с ним опять чё-то мастерит. Наверное, там опять фигачит, работает. Или спит он? Чё он делает здесь? Так. Он какой-то грустный. Фу. Мне так плохо. Я так знал, что нужно было запастить лекарством. А, он болеет. Не, сейчас я ему принесу. Сейчас я ему всё принесу. Будет тебе лекарство. Лекарство успешно куплено. В Нью-Лифе вроде надо было их лечить три раза, три дня, короче. Дать тебе лекарства. Ух ты, у тебя есть лекарства? Спасибо, мистер Рэр. Ты лучше всех лекарства. Чё, я должен буду три дня каждый день лекарства приносить? Уф. Я сразу практически вернусь в супер-классную форму. Меня тут немного выбило из седла, но благодаря тебе я снова на коне. Возьми жилье от рыбака, знак благодарности. В смысле на коне? Он же выздоровел с самого лекарства, а спасибо за жил правед. Здорово, не помог дружище. Стоп. Он чё, выздоровел с самого лекарства? Спасибо за лекарства, такое облегчение, как по самой трудной тренировке. Блин. Ну это аксуаливание. Ребята, я такую штуку придумал. Я хоть сейчас нашёл в магазине кое-что и подумал. Смотрите. Это тебе. Что? Это мне? Что если коню педальному подарить педальную панель? Что случится тогда? Да. На, держи. Вот это да! Это же педальная панель! Натуральная! Ты уверен? Вот это да. Ты лучший спарринг-партнёр подарению подарков. Фига себе термина. Мне просто не терпится найти месечка. Давно мечтал подвигать мебель вместо разминки. Так что подарок очень кстати. Ты поразительно щедр. Вот тебе столько-то денег, чтобы хоть как-то восполнить твои траты. Короче, он счастлив. Он счастлив от моего подарка. Лучший подарок на свете. Я сейчас поймал в речке два экземпляра кое-кого. Один экземпляр сдал в музей, а второй поставили около дома. Ребят, посмотрите, что это такое. Смотрите, это черепаха. Смотрите, какая она страшная. Смотрите. Не, подождите. Надо убрать из рук инструменты. Смотрите, она как кричит страшно. Охранять будет мой дом чисто. Представляете? Кто-то мимо его дома будет приходить и просто черепаха его загрызёт. Новый день. Ох, новый вечер. Здравствуйте, дорогие друзья. На острове 3 апреля. 12.00. Ну, с карантином этим ещё вообще не хочешь вставать. У нас новый, в общем, житель. И счастливый, что всё так хорошо, в общем. Так, в конце сегодняшней передачи у меня для вас особое объявление. И повторим, выдающийся музыкант Кики Слайдер приехал на наш остров Биаиланд. И это ещё не всё. Господин Слайдер любезно согласился сдать концерт для всех жителей острова. Мы будем транслировать концерт прямо в фире. Оставайтесь с нами. Надеюсь, вам понравилась наша передача. Кики Слайдер. Кики Слайдер. Наконец-то он здесь. Офига себе, мы все собрались. Привет, Биаиланд. Это остров просто улёт. Я подумал, что это просто ему имя говорит. Сразу вспоминаю свою детскую мечту. Тогда ещё был маленький мечтанком со самодельной гитарой. И мечтал отправиться в турне. Причём бесплатно. Просто пройдите по свету. И верю, что в этом турне встречи каких-нибудь богатых дарных поклонников. Таких, как все вы. Извините, заговорился в что-то. Пора начать. Пора начинать, друзья. Так. А теперь Биаиланд специально для вас. Песня «Светлый горизонт». Для меня. И для моего острова. Всё так, знаешь, темного стало. Такие прям темно, темно. И началось... Мне нравится, как он зубы скалит, когда поёт. Такой. А, это, собственно, всё. Я прошёл обучение игры. Это ещё обучение было. Ну, да, это летсплей был последний. Собственно, да. Многие говорят, что у меня самый интересный летсплей вообще по кроссингу. Из всех, кого они смотрели. Хотя смотрели многих. Понятное дело, многие так пишут. Ну, потому что они там... Или вообще меня... Просто я им нравлюсь как там... Как личность или что-то такое. Я не думаю, что у меня вообще самый лучший летсплей. Но, если так оно есть, То, наверное, играет роль даже не харизма какая-то, не личность. А то, что мне сама игра очень импонирует. То есть, я не играю через силу. Я не забрасываю игру после летсплея. Я сейчас вот в последней серии, и я продолжу в неё играть. Как бы, наверное, это тоже своё влияет. Потому что, ну, игра мне просто интересна. Я обычно не снимаю то, что мне неинтересно. Даже когда мне там предлагают что-то про рекламе. Допустим, по языку набор мне продолжали пререкламить. Я его взял не потому, чтобы деньги получить или что-то. Хотя мне не заплатили нифига, кстати. Только коробку дали. Потому что мне интересно. Так, собственно, живёт мой канал. Может быть, когда-нибудь мне там дадут что-нибудь там за 10 тысяч долларов в рекламу казино. Тогда я не смогу отказаться. Но пока что я говно особо на канале не рекламирую. Если вы заметите, пока что, пока что у меня нет преролов. Я преролы хочу вставлять только тогда. Когда, ну, мне прям реально деньги будут платить. А то сейчас, ну, мне за минутный прерол предлагают, ну, 6 тысяч рублей в ролик. Ну, то есть, ролик, по сути, угробить, засрать. Хоть я и бомж, хоть 6 тысяч рублей это много. Но мне жалко свои ролики гробить за 6 тысяч рублей. 6 тысяч рублей мало. Мало. Учитывая, что у меня нет рекламы. Ну, вот игра вот такая. На неё потом когда-нибудь будет обзор. Может, через время, со временем я сделаю, в общем, продолжение. Такое, как я развился на острове. Ну, просто там покажу. Но пока что это конец, да. Такой вот был Лоспейн. Надеюсь, было очень весело. Многие просят его продолжить. Ну, я не могу, я устал. Я устал чисто постоянно записывать. Хочу сам поиграть нормально, без всякой фигни, всякого вот этого. И надеюсь, вы будете смотреть следующее мое видео. Потому что, ну, я стараюсь на другим видео больше, чем с Лосплеями. Спасибо большое. До следующего концерта. Следующий концерт когда? Через... В этот же день, через неделю. Насколько я понимаю. Ну, вот такой вот у меня Лосплей получился. По мне, очень забавный. Я, конечно, не совсем им доволен. Потому что у меня очень много технических огрехов было. И поэтому... Из-за того, что надо быстро выпускать, я иногда за качеством не следил. То у меня звук был, там, перегружен. То я дорожки криво склеил, вот это все. Ну, в принципе, в принципе, нормально. Лучше, чем я ждал, как мой первый Лосплей. В общем, мне дали музыку на проигрыватель какую-то. И у меня для тебя отличная новость. Какие так понравилось наш остров, что он собирается каждую субботу давать здесь вечерний концерт? Ну да, как в продущей части. Каждую субботу. Остров Би Аллен когда-то был необитаемым, а теперь здесь происходят роскошные концерты. Я так благодарен тебе и остальным. Пакет услуг необитаемого острова продал все мои ожидания. Надеюсь, Остров Би Аллен так отстанется райским уголком с твоей помощью. Точно. Кстати, я работаю в новом продолжении. Кто поможет тебе сделать остров лучше? Сейчас я его отправлю. О, новое продолжение на мой Билайновский телефон. О, кстати, Билайнов, когда деньги уже занесете, надоели. Реклама рекламировала, ни копейки не получил. Так дела. Не делается. В общем, установил приложение какое-то новое. Я тебе только что отправил приложение Доктору Острова. И так оно работает. Просто телефон на телефон положение кидает по блютусу. Сначала ты сможешь строить дороги, но за милю получишь другие лицензии. Например, ты сможешь строить новые виды дорог и даже возводить скалы и реки. Уверен, когда ты войдешь во вкус, ты захочешь получить себе себе все лицензии. Да, Остров Би Аллен, конечно, очень преобразился. Думаю, даже дальнейшее развитие острова я могу оставить в руках его жителей. Я рад, что мы поговорили, мистер Рад. А ты минутку проедешь, надеюсь, на дальнейшее сотрудничество на острове Би Аллен. Фух, окей, окей. Все, легко, легко, прошел игру. На самом деле не игру, а обучение. Эх, посмотрите, какой у меня красивый сад. Вот бы реальность такой. Смотрите, теперь что могу делать. Оп, оп, ова. Видали? Моя храф сейчас в обморок упал. В общем, буду развивать жизнь на острове. Встроить всякие дороги, всякие постройки. И когда вот пойму, что сделал прям идеальным остров свой, как хотел, прям до мельчайших подробностей, тогда, может быть, сделаю еще один ролик с чего я добился. Многие как раз просили, это в сообществе, и это будет, наверное. Но пока что хочу с вами попрощаться. Всем спасибо за просмотр моего первого летсплуя полноценного. Потому что до этого у меня летсплуев на канале, как таковых, не было. Были какие-то раньше, но супер давно я их всего преудалял. Потому что, ну, это стыд какой-то был. Потому что я их чисто для себя раньше делал. Очень давно, когда у меня вообще подписчиков не было. Ну, в общем, всем пока. Надеюсь, было интересно. Многие говорят, что все, я отписываюсь. У тебя летсплуев не будет, я отписываюсь. Ну, блин, у меня дофига всякого разнообразного контента, на котором я кропачу больше, чем сейчас на летсплуеве. В общем, всем пока. Надеюсь, все все поняли. Все все понимают. Давайте всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok